Стоп! Почему солнце не светит? Кто выключил солнце? Как не светит? Вон все светит. Театр про театр. Миниатюра про то, как ставится пьеса в исполнении театра студии Индиго. Постановщики говорят, что относительно небольшая аудитория библиотечного зала, его камерность позволяет более тесно контактировать со зрителями, экспериментировать иногда на грани хулиганства. Здесь у нас есть возможность и поговорить о чем-то серьезном, и иногда по хулигану. Такая маленькая форма, малая форма, которой мы в принципе не занимаемся, мы делаем спектакли, либо какие-то чтецкие монологи, а вот именно формат библиотеки позволяет нам взять какую-то вот такую малую форму, заняться вот какой-то такой полуимпровизацией. Волосы росли, сводят с ума, осень в ракахи заплатися, сбросила вскоре с ума. Автор и исполнитель Владимир Марченко, личность разносторонняя, подполковник запаса. Врач-офтальмолог, его импровизированный дуэт с художником и поэтессой Галиной Межеровой организаторы назвали открытием вечера, который прошел в Центральной библиотеке. Все относительно музея, Вася веселый черстон, Малебек Пикассо кукурузе, играет цывалый бонбинтон. Поэтесса отметила, что читать стихи для аудитории для нее даже важнее, чем печататься. Когда человек говорит, я пишу стихи, никому не показываю, в стол, он немножко кривит душой. Стихи – это друзья. Стихи – это твоя душа, которая говорит, как говорят поэты, по любому попаду. Мероприятия прошли на всех библиотечных площадках, в самой Анапе и сельских населенных пунктах. Их гостями стали более двух с половиной тысяч взрослых и детей. Помимо творческих встреч для самых юных, прошли мастер-классы, а также веселые интерактивные игры. Музыку! Вот отлично!